Работаем много, работаем качественно, работаем честно, только командой. Романов & Company Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы снова встречаемся с вами. И я очень рада вас поприветствовать у себя на кухне. Вот с такой вот сегодня пати-пиццей, или экспресс-пиццей я её называю. Это очень такое востребованное блюдо у моих мальчиков, у меня дома. Она готовится очень быстро и получится у каждой хозяйки. Это вот пати-пицца. Мы с вами сегодня её будем делать, мы рассмотрим, как её делать. Она очень удобна тем, что её даже не нужно резать. Видите, её даже не нужно резать, потому что каждый кусочек он отламывается аккуратненько, индивидуально. И это очень быстро готовится и очень вкусно. Давайте приступим. Чтобы приготовить нашу пати-пиццу или экспресс-пиццу, как я называю её, нам нужно будет дрожжевое тесто. Вот у меня уже готовое дрожжевое тесто. Но вам нужно будет для дрожжевого теста взять муку 300 г, 160 мл молока, 20 г дрожжей, 30 г оливкового масла, 1 чайную ложку соли и пол чайной ложечки сахара. Это то, что нужно будет, чтобы приготовить обычное дрожжевое тесто. Я его сейчас не буду готовить, я просто покажу вам, вот какой кусочек он уже подошёл, какой кусочек поднимается. В нашем случае у меня цельнозерновая мука из крупы арнаутка. Видите, она какая жёлтенькая. И обычная мука. Я ложу 80% крупы арнаутки и 20% обычной муки. Она получается более здоровая, более полезная. Тесто очень послушное. Видите, оно немножко жёлтенькое. Но вы можете взять обычную муку, если у вас нет арнаутки. Просто я её молю, и у меня получается вот такая вот мука жёлтенькая. В данном случае у нас здесь вот уже готовый кусок теста. Для начинки. Для начинки, вот начинка, посмотрите. Это смесь ветчины. Здесь 100 грамм ветчины, колбаски, всё, что у вас есть. Мелко измельчённое. 80 грамм сыра, любого, какой вы любите. 80 грамм сыра. И 50 грамм болгарского перчика. Это всё нужно мелко измельчить. Видите, какая у меня получилась масса. Мелкая, да? Вот такая вот она. Меленькая-меленькая, да? Я её измельчила. Вот, и здесь у меня немного есть помидор молотых, томата. Кто что любит, кетчуп. Для того, чтобы смазать немножечко тесто. И мы сейчас приступим к тому, что мы будем уже вот наше тесто раскатывать. Нам нужно, видите, у меня есть каталочка. Вот, у меня есть готовый лист. Ещё обязательно нам сегодня понадобятся ножницы, посмотрите. Ножницы. Без них мы не обойдёмся. Вот. Тесто у нас готово. Я немного его припылю мукой. И раскатаю где-то 40 сантиметров на 30 сантиметров. Такую прямоугольную лепёшечку. Видите, вот это тесто, оно очень-очень послушное. Вот. Потому что оно из орнаутки. Посмотрите, как оно ложится. Вот. Я уже делаю его на глаз по величине. Вот, посмотрите, какое тесто у нас получается. Вот. Вот такой вот кусочек. Вот такой кусочек тесто у нас получается. Я беру немножко томата. И распределяю его вот прямо до краешек. Смотрите, на длинный край не нужно, сильно далеко. А вот на короткий край нужно. Дальше. Берём нашу начинку. Смотрите. Просто вываливаем её сюда. И распределяем по всему. Вот до вот этих вот краёв, но не до длинных краёв. Я сейчас возьму ручки. Мы делаем это для себя, для дома. И это очень удобно. Многие женщины так делают. Потому что мы дома, мы ручки моем. Видите? Вот так вот я всё распределила по... Здесь есть сыр, болгарский перчик. У меня в данном случае пастрома. И немного ветчины. Если у меня есть салями или сервелат, я точно так же могу это сюда порезать, как вы уже любите. Посмотрите. Вот. Мы быстренько распределили. У нас на это ушло несколько минут. И теперь... Мы это заворачиваем. Вот так. Раз. Берём наш лист. И перекладываем на лист. По диагонали. Мы переложили на лист по диагонали. Видно, да, как на его? И вот сейчас для чего нам нужны ножницы. Смотрите. Мы берём наши ножнички. Придерживая. Мы делаем надрезы через 5-7 сантиметров. Убираем ножницы и раскладываем. Раскладываем её. Посмотрите. Вот такой колосочек получается. Вот такой колосочек. Вот. Мы разложили нашу пиццу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь кусочков. Иногда получается девять. И ставим на расстойку на 15-20 минут. Тёплое место. Смазываем молочком, где надрезы. Она будет более сочнее. Молоко там без ничего. Просто чисто молочком. Просто молочком. Вот. Смазываем. И вот в таком виде оно уже будет выпекаться. Вот что у нас получается. Вот. Значит, она выпекается при 200 градусах 20-30 минут. Тихо. 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 Продолжение следует...